Двух этнических казахов, просивших защиты в Казахстане от угнетения китайских властей, передадут в Китай. Об этом пишет КАЗТАК со ссылкой на заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Дархан Дельманов. А по имеющемуся соглашению, которые имеют статус ратифицированного документа, по окончании судебных, а также всех уголовных ответственностей, мы будем указанных граждан независимо КНР или других государств, будем передавать в страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в КНР по линии погранпредставительской деятельности, и там уже в дальнейшем, соответственно, будет реагирование со стороны уже соседа, ну, государства соседа. Поэтому шансов у них здесь находиться нету, даже если они здесь находятся. Это огромный вызов. И в этой связи позиция нашей власти просто позорная. Это не первый случай. Сарагуль уехала, не смогла здесь найти свою отечество. Напомним, что Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые 1 октября бежали в поисках защиты из Китая в Казахстан. По их словам, они бежали из-за преследования китайских властей мусульман на оккупированной территории восточного Туркестана – Синьцзянь. 10 октября мужчины добрались до Алма-Аты, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища в Казахстане. Позже оба были взяты под стражу. 19 ноября в кулуарах пресс-конференции национального пресс-клуба в Нур-Султане адвокат Акмалинской коллеги адвокатов Аляззат Ахатова сообщила журналистам, что бежавшим из Китая этническим казахам Кастеру Мусаканулы и Мурагеру Алимулы в случае депортации грозит смертная казнь. Несмотря на все это, власти Казахстана готовы хладнокровно отдать двоих беженцев на растерзание китайским властям. Казахстана готовы хладнокровно отдать китайским властям. Казахстан готовы хладнокровно отдать китайским властям. Продолжение следует...